Сегодня в Доме правительств состоялась парламентская встреча депутатов Народного собрания с духовенством. Мероприятие проходило в рамках ипархальных образовательных чтений на тему религия и отечественная культура, потери, приобретение минувшего, образ будущего. Далее расскажет Дарья Тендит. Площадку для образовательных чтений традиционно предоставил парламент Карачаева-Черкесии. Участие в мероприятии приняли депутаты Народного собрания, представители власти и традиционных конфессий. Тема религии и культуры очень актуальна в наше время. Культура – многогранное явление, которое затрагивает все аспекты жизни человека. Главная задача – сохранить историю нашего государства, отметил спикер образовательных чтений Александр Иванов. Многие века православная вера формирует наши ценности, идеалы и мироощущения. И не только православие, а во всех конфессиях основой бытия человека определяется духовность, любовь и взаимоуважение, сохранение народных традиций. И именно эта истинная культура народа во все времена питала умы и вдохновляла на создание шедевров классики, признанных всем миром. С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Пятигорский-Черкесский Феофилак. Он поблагодарил за постоянство проведения рождественских встреч и отметил, что должны поддерживать развитие, духовное воспитание молодежи. И это возможно во взаимодействии с духовенством, деятелями, культурой, педагогами и общественными организациями. Благодатная площадка, которая стала для нашей страны уникальной землей, благодаря которой на этой земле произрастают вместе люди разных традиций, разных взглядов, но при этом одинаково умеющих любить свою одну большую родину, родину на всех. На встрече состоялось подписание соглашений между министром образования и науки, общественной палатой республики и архиепископом Феофилактом, что в конечном итоге приведет к объединению усилий сторон для дальнейшего развития.